Добрый вечер. У меня чуть проще, я делаю обзорную работу. И я расскажу о том, какие работы понравились с практической точки зрения того, чем мы занимаемся в Huawei, а мы занимаемся разработкой диалогового ассистента и какие работы действительно произвели впечатление и могли бы быть полезны для нас с EMNLP. Ну, немного, в общем, о EMNLP. В этом году было порядка двух с половиной тысяч участников. 2876 статей, Accepting Strength 23.7. В целом он не побил рекорд осея этого года, где было три тысячи участников. Но стоит отметить, что вышла достаточно насыщенная программа больше, чем в 2018 году. Что я собираюсь рассказать и затронуть? Это прежде всего лоу-ресурс-опрочность, когда у нас есть какие-то ограничения с точки зрения либо входных данных, либо с точки зрения самих моделей. Диалоговые системы, мультиязычность. Обязательно коснемся вопросов few-шот-леунинга и zero-шот-леунинга. И поговорим про языковые модели, потому что без них сегодня, собственно, никуда. Что я точно не успею коснуться и рассказать, хотя несколько статей действительно были очень классные и хорошие. Это Machine Translation и Summarization. Возможно, это будет отдельный доклад. Начнем с обзорной статьи и вспомним, что такое вообще prototype-экал-нетворк. Это работа 2017 года от Smella, и в ней рассматриваются подходы для few-шот-леунинга, zero-шот-леунинга в интерпретации метрик-леунинга. То есть, допустим, у нас есть некоторый энкодер, и мы имеем некоторый эмбеддинг на выходе, и мы хотим понять, как мы должны отнести наши некоторые сэмплы, которые мы получили, к определенному классу. Для этого мы строим усредненный пулинг по всем этим нашим сэмплам, и с точки зрения какого-либо метрического расстояния, чаще всего евклидового, относим просто-напросто наш пришедший сэмпл к определенному классу. Когда возникает задача zero-шот-леунинга, здесь чуть интереснее. У нас есть какое-то описание. В случае NLP, естественно, предположить, что это описание на естественном языке, и мы пытаемся отнести наш новый сэмпл в соответствии с тем, как он соотносится с этим естественным описанием. Ну, раз я решил осветить, то, соответственно, первая работа, про которую я бы хотел рассказать, это работа исследователей из IBM, и она связана с IBM Assistant. Поднимается вопрос о том, как мы будем предсказывать определенные примеры в случае, когда у нас возникают некие уторонцы в случае, если мы говорим про диалогового ассистента, либо если мы говорим про задачи суммаризации и так далее, какие-то сэмплы, которые мы никогда не видели. Предлагается подход, как раз основанный на Prototypical Networks. Здесь интересно то, что интегрирована общая архитектура, где мы предсказываем с одной стороны фьюшотлет предсказания для известных сэмплов, то есть появился какой-то новый класс, но мы имеем некоторые данные по нему, а с другой стороны пытаемся предсказать те данные, которые не принадлежат ни к одному из ранее рассмотренных примеров. В данной работе авторы предложили два ключевых улучшения. Первый – это в рамках тренировки самих Prototypical Networks мы генерируем не только сэмплы, которые у нас уже были в нашем мета-ленинг выборке, но и, соответственно, out-of-домейн экзамплы, то есть мы берем какой-нибудь сэмпл из уже имеющегося и говорим, что это не принадлежит нашему домену и пропускаем через все лоссы, которые у нас есть. В качестве энкодера авторы использовали простую однослойную сверточную сеть и, собственно, с ней и сравнивались, хотя на табличке справа можно увидеть их сравнение и в случае BLSTM. И важной особенностью их работы является то, что они предложили суммировать трилос, что существенно повышает качество. На данной задаче они получили соту на своих замерах, что, в принципе, демонстрирует интересный подход, как минимум. Вторая задача, которую я бы хотел рассказать, это задача, когда мы хотим динамически классифицировать текст. Что это такое? Предположим, у нас есть, опять-таки, наш диалоговый ассистент, и у нас есть какой-то интент, который был раньше занесен по распродажу, и вот распродажа закончилась, и нам нужно этот интент удалить, переименовать его, использовать другой и так далее. То есть в реальной жизни никогда у нас ничего не статично, и это надо уметь поддерживать с точки зрения машин-лайнинга. Здесь мне очень сильно помогли авторы предыдущих докладов. Огромное им спасибо, потому что, собственно, основная роль данной статьи в том, что авторы предлагают рассматривать Prototypical Network не над евклидовым пространством, а, как вы успели догадаться, над гиперболическим. То есть вводится та самая метрика расстояний на равный обратному оркосинусу, и фактически используется стандартный пайплайн обучения Prototypical Network, но показывается, что достигается гораздо лучший результат. Как уже было сказано, иерархические структуры лучше всего ложатся на наше гиперболическое пространство. Поэтому если мы посмотрим на то, что представляют из себя новые топики или новые какие-то утеранцы, которые к нам приходят, их всегда можно представить в какой-либо степени иерархично. Поэтому как раз здесь и виден существенный выигрыш. Авторы провели замеры на трех датасетах. Ньюс датасет, ВОЗ, не помню, что и Сантимент датасет. И, соответственно, на всех датасетах получили лучшие результаты. Причем отмечается, что, естественно, лучшие результаты достигаются, когда у нас малое число примеров для дообучения. Это работа от Amazon AI, и она посвящена тоже популярной в последнее время задаче, когда у нас возникает ситуация, что появляется новый домен, который наш ассистент либо другая какая-то система никогда не поддерживала. Здесь за основу берется BERT и рассматривается в стандартной конфигурации, когда у нас есть Next Sentence Prediction, но исследователи предложили немного другой подход, основанный на том, что наш фреймворк бьется на три части. На первой части мы учим классификатор, который учит отличать пары примеров, которые идут на вход, к какому конкретно домену они относятся. После того, как мы получили такой классификатор, используется стандартный MMD регуляризационный подход, который основан на том, что у нас есть исходные данные, Source и Tardy данные новые, и которые мы хотим как-то соотнести. По Source мы легко можем получить предсказания, по Tardy мы можем посчитать разность между имбеддингами и вычислить domain loss и обучать обычным градиентным спускам, учитывая оба loss. В результате просто MMD подхода мы не учитываем наш первый шаг. Что предлагают авторы статьи? Они предлагают ранжировать выходы от нашего классификатора и использовать только те примеры, которые наиболее релевантны для доменов. Неоднократно в работах, например, начиная с работы Benjure отмечалось, что если подавать примеры на обучение в правильном порядке, можно получить лучшие результаты, чем если мы будем подавать их в случайном порядке. Вот именно эту особенность пытались использовать исследователи. Соответственно, они получили хорошие результаты почти на всех датасетах. Они мерились на Quora, SNLI, MNGLI и так далее. То есть везде получили вполне себе приемлемые результаты, но и сильно лучше, чем просто наивный зарушет леонинга от Берта, когда мы просто считаем, что класса не было и посмотрим, как Берт умеет обобщать. И, наверное, последняя работа, касающаяся loss resources. Есть очень популярный пласт работ, посвященный лоттере Тититс, когда мы говорим, что у нас есть сеть, отлично, но она оверпараметрайст, и мы хотим найти подсеть меньшего размера, которая будет иметь ту же самую обобщающую способность. Авторы статьи решили проверить, как это будет работать в случае Amazon Dataset, и решили сделать transfer learning между разными доменами. В результате было показано, что при спорсификации порядка 90% получаются схожие результаты с просто полностью дофантюниной сетью. И в целом, если мы достигаем большого процента спорсификации, у нас потеря качества составляет всего 1-2%. Но это достаточно популярный способ в последнее время, и во многих частях он встречается, и кажется, что это направление будет дальше развиваться в плане уменьшения размера и спорсификации сетей. Прежде чем мы пойдем дальше, и прямо на улицу Сезаму идем со всеми бертами, давайте немного поговорим про общие вопросы. На практике часто возникает вопрос, мы учим модель или мы учим разметку, которую нам предоставили наши разметчики. Исследователи зального института решили происследовать этот вопрос еще детальнее, и возник вопрос. Вот у нас есть три датасета, где у нас есть айтишники всех разметчиков, и мы хотим понять, если мы будем использовать эти данные, сможем ли мы лучше предсказать, и если мы их наоборот уберем, и попробуем сделать какие-то случайные сплиты, основанные именно на том, какой разметчик что размечал, какое качество мы получим. В первом эксперименте они просто добавили айтишники каждого из разметчиков, и проверили, как хорошо на каждом датасете наша BERT-бэйс-система сможет распознавать. И выяснилось, что вполне себе F1 скор был порядка 80%, поэтому очевидно, что наши подходы запоминают данные разметчиков. Но пошли чуть дальше. Давайте возьмем наш исходный датасет и разобьем его на подчасти следующим образом. Возьмем сингл датасет. Это датасет, из которого мы убрали одного конкретного разметчика и будем использовать его только для теста. А мультидатасет – это датасет, из которого мы убрали, скажем, топ-5 разметчиков, и они теперь не участвуют в процессе обучения. Что произойдет тогда? Сравниваться будем с рендом сплитами, которые получены на этом же, в таком же объеме данных. Выясняется удивительная особенность, что в худшем случае разница в качестве достигает 24%, и она стабильно была в порядке 80% на разных замерах. Таким образом, ключевой вывод такой. Нельзя использовать для обучения и теста данные, которые идут от одного и того же разметчика. Лучше всего на практике иметь как минимум два, а лучше больше. Поскольку на самой конференции была работа, которая пыталась как-то коснуться еще аннотации, я решил ее отметить тоже здесь, потому что другая популярная проблема. У нас есть обученная модель, и мы хотим понять, а что будет, когда мы добавим новые данные? Как наша модель вообще, какой у нее будет перформанс гэп, как она будет себя предсказывать? И здесь опять возникает вопрос. Либо нам нужно постоянно доразмечать данные, либо мы придумаем какие-то подходы, которые позволят нам сделать это автоматически. В данной работе нет какой-то особой научной новизны, потому что здесь рассматриваются три достаточно известные метрики. Это PED, это метрика, основанная фактически на диверденции между датасетами исходным и тот, который мы хотим предсказать. CONF, это метрика, основанная на том, насколько уверенно выдает наш классификатор предсказание. И, соответственно, метрика RCA, это reverse classification accuracy, и она основана на том, что у нас есть source dataset, есть tardy dataset. Давайте попробуем на source dataset обучить модель и с помощью него доразметить tardy dataset. А затем по заданной формуле сравним, насколько мы ошиблись и получим какую-то базовую оценку. Авторы попробовали покомбинировать разные подходы, показали, что можно сделать некоторые улучшения этих подходов для конкретной задачи, так что для sentiment-анализа ошибка в среднем составляла порядка 2%, а для пост-эддинга порядка 1%. Но в целом это еще не серебряная пуля, но достаточно интересный подход, чтобы, не доразмечая данные, можно было понять, как именно изменится качество работы нашей модели. Это очень нетипичная работа, на мой взгляд, для данного года, потому что было не так много работ, посвященных атакам. В этой работе конкретно рассматривается следующая постановка задачи. Сможем ли мы сгенерировать какой-то фиксированный префикс, который для заданной модели будет стабильно портить ее качество. Авторам это удалось. Они использовали подход, позаимствованный из обработки изображений. Собственно, он называется Flipcoin. Здесь есть некий нюанс, потому что на вход подаются токены. Допустим, будем считать, что у нас заданы токены, и будем рассматривать три слова. На вход подаются константные. Происходит итерация, где мы собираем в батч все сэмплы, принадлежащие одному классу. И после этого необходимо перейти в пространство имбеддингов и выполнять все операции там, потому что пространство токенов у нас дискретное, и ни один из методов, соответственно, не будет там работать. А затем, после каждого шага, мы должны обратно развернуть и посмотреть, что получилось. В общем, в конце концов, процесс сходится, и авторы получили очень интересные статьи. Здесь я привел результат для sentiment analysis, и здесь видно, что если мы рассматриваем модели не как black box, то качество с 90% падает практически до нуля. Если мы рассматриваем их как black box, то проседание по качеству тоже весьма серьезное, в зависимости от типа сантимента, там от 20 до 90%. Что интересно, что модели действительно подается просто фиксированный префикс, и заинтересованные могут посмотреть статью, и для GPT-2, например, модель после генерации префикса в 73% случаев, насколько я помню, выдавала текст, который предлагал убивать американских людей. Ну то есть в целом действительно это сработало. Эта проблема волнует многих, и что предлагает Facebook, в частности для диалоговых агентов, систем и так далее. Кстати говоря, насколько я понимаю, они хотели выложить датасет, который они собрали, не знаю, выложили или нет, мне быстро проверить это не удалось. Давайте дадим нашим разметчикам следующую задачу. Они должны написать некоторое оскорбительное выражение. Давайте усложним задачу. У нас есть два способа сформулировать его. Первое – просто оскорбительное выражение. Второе – оскорбительное выражение, которое наша модель предскажет, что это сейв, то есть никакого оскорбления нет. И они провели три раунда такого adversarial, то есть после каждого раунда они записывали данные, которые ломали модель, и, соответственно, дообучали модель на этих данных. Да, модель базовая у них, естественно, был, кажется, берд с одним слоем сверху, то есть тут ничего они необычного не предложили. Что видно по результатам? По результатам видно, что модель adversarial стала действительно устойчивая для атак, хотя сами исследователи утверждают, что вполне вероятно это связано с тем, что у разметчиков, в принципе, закончилась фантазия, но тем не менее. Порядка 79% точность составила в случае, когда мы используем adversarial и датасет при условии того, что в случае offensive messaging было порядка нуля для базовой модели. Надо было, чтобы модель взяла уже этот датасет и начала писать с отметчиком обратно. Возможно, фантазии. Возможно. Там было много предложений. На самом деле эта работа вызвала дискуссию, что еще подразумевать под оскорбительными выражениями, потому что кого-то что-то оскорбит, кого-то нет. Здесь я, к сожалению, в силу того, что времени мало, не могу уходить глубоко в детали, но здесь рассматривался еще и мультитерн-постановка. Понятно, что в случае высказывания, например, да, конечно, но не может само по себе считаться оскорбительным. Но если мы рассматриваем мультитерн-диалог, и у нас идет диалог из серии, я хочу спрыгнуть с 12 этажа, а система отвечает да, конечно, то это скорее уже что-то пошло не так, и есть какая-то оскорбительность. Действительно, они рассматривали мультитерн-постановку, и для нее тоже собирали данные, и в принципе утверждается, что достигли хороших результатов. По крайней мере, такая работа ведется и не только в Фейсбуке, на самом деле. Все, улица Сезам, поговорим о Бертах. Как минимум две работы, которые касались вопроса мультиязычности и поднимали вопрос о том, а действительно ли Берт мультиязычен. Первая работа, это, насколько я помню, работа из университета Джоб Хонкинса. В этой работе рассматривалось пять задач различных NLP, и ставился вопрос. Первый вопрос. Действительно ли Берт обладает хорошим качеством для Zero Shot Learning при переносимости с языка на язык? Как меняется это качество, если мы будем делать файн-тюнинг от разных слоев? Здесь на диаграмме можно попытаться разглядеть, как это выглядит. Но, в принципе, сюрприза нет. Если мы фризим все слои и обучаем только верхний, получается на большинстве задач самые лучшие результаты, но иногда есть странные закономерности, что, например, имеет смысл фризить первые девять слоев, и для конкретной задачи получится лучший результат. Второй вопрос. Действительно ли Берт сохраняет знания о том, что он умеет отличать языки? То есть для этой задачи авторы провели синтетический тест и проверили, что как претрейн Берт, так и файн-тюнинг и Берт на каждые задачи с точностью порядка 96% и выше на разных слоях умеет отличать языки между собой. Ну и, пожалуй, третий вопрос, который они подняли в этой работе, он очень важен. Это то, влияют ли разные сабворды, которые встречаются в разных языках. Ну то есть понятно, что у нас есть пересечение сабвордов. Действительно ли у нас честный zero-shot learning в этом случае получается, когда мы переносим с одного языка, который близок по лингвистическим признакам к другому языку? Выяснилось, что пересечений действительно много, но этот вопрос остался открытым, и они планируют продолжить исследование именно в этой области, поскольку это может послужить толчком, с какого языка лучше начинать наш трансфер, чтобы получить устойчивую цепочку переносов. Это работа от Зохера и компании Salesforce, собственно, здесь тоже поднимался вопрос, действительно ли BERT мультиязычен, но выводы получились не совсем такие же. Из того, что хотелось бы отметить. Первое. Как просто предобученный BERT, так и от файн-тюнинга BERT. Чем глубже мы идем по слоям, тем меньше у нас сохраняется корреляция между языками. Вторая зависимость, которая отражена вот на этих диаграммках, на диаграмме A у нас фактически, как должно быть в идеальном случае, BERT притрейнт выглядит сам собой, то есть у нас идеальная диагональная матрица, симметричная. На картинках B и C мы сравниваем BERT притрейнт с файн-тюнингой версией. Как видно, здесь у нас сохраняется сходство на начальных слоях, но чем глубже мы уходим, тем меньше сходства и тем больше изменяются веса. И на последней диаграмме сравнивается, как вообще идет процесс файн-тюнинга, то есть как ведет себя корреляционный анализ в случае, когда у нас сравнивается середина процесса файн-тюнинга с финальной версией. И еще один важный вопрос, который поднят в этой работе, это построенная матрица корреляции между языками, как они между собой соотносятся. В самой работе эта матрица была конвертирована в филогенетическое дерево и было показано, что на последних слоях языки из одних семейств группируются в одни и те же гламеративные кластеры. Но они на этом не остановились и решили задать еще один вопрос. А как вообще татенизация влияет на этот процесс? Здесь использовалась классическая берд-саппорт татенизация. Они для сравнения взяли татенизацию по словам, просто разделив по пробелам, и по символьную татенизацию. Выяснилось, что если изменить способ татенизации, вся эта красивая картинка рушится, и наше дерево, получающееся в финале, уже группирует языки не из одних семей, и даже может оказаться так, что языки разной принадлежности. Достаточно интересные наблюдения. Подымался вопрос Валентина в начале. Я думаю, этот вопрос в последнее время очень много подымается. Можем ли мы сделать наши трансформеры с перс, как мы сделаем attention более разреженным и так далее. В 2018 году была работа с перс-макс, также было несколько работ, посвященных спарсификации, но всех о них был один существенный недостаток, они предполагали, что у нас идет последовательный спан, и разреженность может быть достигнута только с одной из сторон. То есть нельзя было допустить того, что у нас будет разреженность где-то в середине. В этой работе был предложен подход, который позволил достичь именно полностью адаптивной спарсификации для каждого attention, то есть учится коэффициент для спарсификации для каждого attention по отдельности. Используя alpha and max, это одна из работ, которая посвящена тому, как можно перевести наш softmax, который по своей природе, естественно, непрерывный, в некоторое более дискретное представление. В случае всех этих работ обычно предполагается, что мы переносим его в некоторой вероятности simplex. Дальше пойдет очень сложная математика, в которую, безусловно, сейчас я касаться точно не буду. Что получилось в этой работе? Они доказали, как эту формулу можно применить в клоу-стап формате непосредственно в процессе обучения и сравнили с предыдущей работой, которая рассматривала только альфа равная полутора. Для Blue как это будет выглядеть с точки зрения качества. Ну, качество подросло, хотя оно, наверное, не так сильно подросло, но гораздо более интересно это то наблюдение. На графиках видно то, как распространяется, собственно говоря, Sparsity, какое там есть распределение, где-то оно получилось бимодальное, где-то нет, но факт состоится фактом, что в начале трансформера по наблюдению авторов большинство теншенов стремится быть дэнсом, а чем дальше мы улыбываемся по слоям, тем все больше и больше возникает разреженность. И есть ощущение, что вот такие подходы в дальнейшем помогут сделать модели лучше интерпретируемыми. Вторая работа, которую я отметил, посвященная этой же теме, она вышла в параллели, и, наверное, она касается чуть более простого вопроса. Возьмем Берта и попробуем тоже сделать self-attention, но в данном случае только для файн-тюнинга и только в случае, когда мы для каждого attention заменим по заданной формуле. Здесь использовался другой подход, то есть если здесь у нас был alpha-end-max, то там alpha-gen-lin, насколько я помню, это второй распространенный подход для спарсификации матриц, и, соответственно, здесь авторы получили на 7 UAL, как видите, везде state of the art. В целом это выглядит очень интересно, и повторюсь, что кажется, что интерпретируемость таких моделей становится лучше. Просто упомяну, может быть, кто-то не застал тот бум. Сейчас бум дистилляции Берта, бум перевода в более маленькие практичные модели, поэтому вот известная работа от Google, одна из первых, посвященная мини-Берту. Здесь они просто без всяких фокусов взяли и дистиллировали Берт из 12-слойного в трехслойный, получили на тот момент лучшие результаты, которые могли получить на Connell 2018 в сравнении с металлстм, и, наверное, именно эта работа спровоцировала, повторюсь, весь бум этих работ по дистилляции. Еще одна замечательная работа с точки зрения исследований. Здесь нету какого-то сформулированного конечного результата, но утверждается, что у нас есть пять паттернов того, как может быть распределено в self-attentionе VISAX, где они больше всего концентрируются в вертикальной, диагональной, смешанной вертикальной, диагональной и блочной. Выдвинуто ряд дипотез о том, что для декодера, например, более характерно блочное распределение и так далее. Сто процентов доказать им не удалось, потому что механизм анализа был выбран такой, что часть attention'ов анализировалась вручную и, соответственно, утверждать о том, что этот вывод полностью корректен, безусловно, нельзя. Ну и второй момент это повторение того, как были работы на ICL, посвященные тому, нужны ли нам все эти attention'ы в таком количестве. Как минимум две работы. Это работа Стэнфордского университета и Яндекс.Ресерч совместно с Эдинбургским университетом, где утверждалось, что мы можем выбрасывать большую часть attention'ов без существенного понижения качества. Здесь был затронут вопрос того, что давайте мы заморозим один attention, давайте вытянем целый слой. На верхней картинке у нас заморожен один attention, как меняется качество. На нижней картинке справа, соответственно, давайте вытянем полностью слой со всеми attention'ами, что получится в этом случае. опять-таки получили те же самые результаты. Качество в целом не страдает. Это интересная работа от опять-таки института Альена. И здесь возникает следующий вопрос. У нас черт зачастую обучен так, что мы можем подавать не больше 512 символов на вход. И можем подавать одно предложение. А что, если мы попробуем обойти этот limitation с той точки зрения? Давайте будем подавать предложения подряд, разделим их сеп-токенами до тех пор, пока оно вмещается в нашу текущую капусту. 512, так 512. Окей. Но при всем этом мы будем предсказывать не по CLS токену наши выходные предсказания, а используем выход от каждого из сепов. Таким образом, авторы статьи предполагают лучше учитывать взаимосвязь предложений между собой. В качестве доказательств они провели замеры на классификации научных статей. Это несколько датасетов, где они получили лучшие результаты. Работа, отмеченная вверху синим цветом, утверждается, что это прошлый state of the art. И также доказали, что для задачи экстрактивной суммаризации на паблик-меди тоже получаются хорошие результаты. Вторая работа, тоже затрагивающая эту тему. Давайте рассмотрим такую задачу. У нас есть N предложений и мы хотим, допустим, N вопрос-ответов, не суть важная. И мы хотим найти среди них наиболее похожие. В обычном случае нам требуется N квадрат операции и, соответственно, на хорошей карточке это порядка 60 часов вычислений на inference, на больших данных. Ну, то есть порядка 100 тысяч, допустим, N. Давайте просто рассмотрим некую сиамскую сеть, где у нас есть на входе BERT, есть нити пулинг, авторы рассматривали CLS пулинг, max пулинг, average пулинг. Ну, остановились, как водится, на average пулинге. И будем поверх этого предсказывать, к чему похоже, не похоже, просто для классификации, либо в случае, если мы рассматриваем задачу регрессии, то будем рассматривать косинусную смеру похожести. Получили хорошие результаты, тоже стоит off the art. И последнее, чего бы я хотел коснуться, ну, наверное, одна, на мой взгляд, из очень важных работ на этой конференции, это то, как мы должны представлять свои результаты, как лучше публиковать и к чему это приводит. Это работа Таллинн инститюта тоже, и они взяли для примера одну из прошлых работ и показали, что вот ровно эта точка была приведена в работе. Но если мы тратим разные ресурсы на поиск гиперпараметров, мы можем получить абсолютно другие результаты. Если мы приводим результаты только на тест-сете, но не пишем наши результаты на валидейшене, то работа становится трудновоспроизводимой. Соответственно, они привели вот такой чек-лист, который есть справа, предлагает ему следовать. Мини-спойлер, ни одна из работ на MNLP не следовала этому чек-листу в принципе. Но тем не менее они выложили все скрипты и предлагают начать пользоваться таким подходом, чтобы ресерч действительно стал reproducible. Посмотрим, к чему это приведет. У меня все. Спасибо. Спасибо.